Привет друзья! Пришла вторая посылка с элементами форм-фактори 21700 фирмы Литокала, который я заказывал для тестов. На канале уже есть видео с тестами элементов форм-фактори 21700 фирмы Ланшт, которые показали себя довольно неплохо. Надеюсь, эти тоже покажут себя хорошо, хотя они значительно дешевле, чем Ланшт. Стоимость Литокала примерно от 3,5 до 4 долларов за штуку, против 5 долларов у Ланшт. Вот так вот они выглядят. Продавец заявляет следующие их характеристики. Номинальная емкость 5000 мАч, внутреннее сопротивление менее 20 мОм, тоже хитро написано. Диапазон рабочих напряжений. Нижний порог 2,5 вольта, верхний порог 4,2 вольта. Вес около 87 грамм, тоже хитро написано. Это больше, чем у Ланшт. Ланшт весит 69 грамм. Но точный вес я обязательно взвешу и проверю. Размер. Диаметр 21 миллиметр, длина 70 миллиметров. Стандартный ток заряда и заряда 0,2С, то есть 1 ампер. Быстрый ток заряда и разряда 0,5С, то есть 2,5 ампера. Максимальный ток разряда 2С, то есть 10 ампер. И максимальный кратковременный ток разряда 3С, то есть 15 ампер. Рабочая температура заряда от 0 до 50 градусов, то есть их заряжать при отрицательных температурах нельзя. Рабочая температура разряда от минус 20 до плюс 60 градусов, то есть разряжать их можно при отрицательных температурах без проблем до минус 20 градусов. Температура хранения в течение одного месяца от минус 20 до плюс 60 градусов, в течение трех месяцев от минус 20 до 45 градусов и в течение 12 месяцев от минус 20 до 20 градусов по Цельсию. То есть низкие температуры пагубно не влияют на срок хранения, о чем я много раз говорил в видео и отвечал вам в комментариях. А вот при высокой температуре хранить литиевые элементы не рекомендуется, что в принципе я уже давно заметил. Я советую хранить батареи при пониженных температурах и 50 процентах заряда. Взвешиваю элементы. Заявлено 87 грамм. Посмотрим. 68,6. 68,3. 68,1. 68,3. 68,2. 68. Ну можно сказать, что средний вес 68 грамм. Примерно так же как и у ланшт. Ланшт на 1 грамм тяжелее. Измерю внутреннее сопротивление элементов. Сопротивление щупов практически равно нулю. 17,8. 18,7 миллиом. 18,8. 18,18. 20. Этот имеет максимальное сопротивление. Этот имеет минимальное сопротивление. Сейчас я их подпишу и как раз их буду использовать в тестах. 17,88. 20,41. Ну продавец подстраховался, написав 20 миллиом. Теперь я хочу узнать, какова емкость этих элементов. Для этого возьму вот эти вот два образца, которые я подписал. Подпаяю к ним провода и подключу к зарядному устройству. Так, припаяю провода. Сначала нанесу флюс кислотный. Так, готово. Теперь можно подключить к зарядному устройству. Так, здесь 20 миллиом. Я подключу его на этот канал, чтобы делать одинаково во всех видео. Левый канал меньшим током, правый канал большим током. Сюда же я прицеплю датчик температуры, потому что здесь будет ток больше. Не знаю даже какой зарядный ток поставить для этих элементов. Ланшт я заряжал током 5 А. Здесь же написано максимальный ток заряда. 0,5С это 2,5 А. Ладно, поставлю 2,5 А. Все-таки сопротивление у них побольше. Все, пусть заряжаются. Как зарядится, измерю внутреннее сопротивление, изменилось оно или нет. Элементы зарядились, залилось в них чуть больше 2 Ач. Измерю внутреннее сопротивление, отключив один провод от зарядки. У каждого из элементов сопротивления щупов по-прежнему, наверное, равны нулю. Да, так и есть. Сопротивление заряженного элемента 14,45 милиома уменьшилось, причем довольно значительно. И у этого тоже уменьшилось 17,7, а было 20,4. Подключу назад провода. Правый элемент буду разряжать током 15 А. Когда тестировал ланшт, я правый элемент разряжал током 25 А. Но это, конечно, было прям чересчур. Хотя он выдержал. У этих же сопротивления повыше, поэтому я так их насиловать не буду. Поставлю ток 15 А. Сразу до двух с половиной вольт, а этот буду разряжать током 10 А. Контролировать температуру буду инфракрасным термометром. 2 Ач израсходована. Температура близко к 60 градусам. Этот более-менее нормальный. Так, что покажет инфракрасный термометр? 58 градусов. Левый элемент 43 градуса. Продолжаю разряд. 3 Ач израсходовано. Элемент, такое ощущение, что чуть-чуть больше нагрелся. 61 градус. 62 градуса. Левый элемент нагрелся до температуры 47 градусов. 4 Ач израсходовано. Элемент нагрелся до 70 градусов. 71. Этот элемент имеет температуру в 52 градуса. 13 голов. Правый элемент разрядился. Отдал 4876 мАч, что очень и очень хорошо. Да, лучше, чем Lonched. Проверю температурия левого элемента. Он нагрелся до 62 градусов. Постепенно всё-таки прогрелся. Ну да, такие токи, конечно, для них на постоянку без обдува я бы не рекомендовал. Итак, элементы разрядились. Правый отдал 4876 мАч, левый отдал 4675 мАч. Но у него и сопротивление побольше, поэтому я не удивлен, что он отдал меньше. Зная емкость и вес, теперь я могу легко почитать энергоемкость элемента. Умножаю среднюю точку по напряжению 3,6 В на емкость и делю на вес в килограммах. То есть 3,6 я умножаю на 487 Ач, это для правого элемента. Для левого я умножаю 3,6 В на 467 Ач. И потом делю на вес элементов. И в итоге получается энергоемкость левого элемента 247 Вч на килограмм. А у правого элемента 257 Вч на килограмм. Это самый лучший показатель энергоемкости для элементов на канале на данный момент. Офигеть! Причем еще и по такой цене. Блин, ну чую я, либо они пропадут скоро после этого видео, либо цена на них поднимется, либо качество ухудшится. Ну хотя разброс все-таки есть. Но опять же, нужно покупать прибор, кто собирает батареи для себя. Он не такой дорогой, чтобы выявлять такие вот элементы и собирать батарею более качественно. Что я могу сказать? Даже левый элемент имеет очень высокую энергоемкость. Она даже больше, чем у пакетов LG на 60 Ач, которые я тестировал. У них 240 Вч на килограмм, а у этого элемента 247 Вч на килограмм. Причем он имеет еще и металлический корпус. Оказывается, технологии развиваются и позволяют сделать элементы более энергоемкими. Это очень хорошо. Эти элементы меня прям порадовали. Ссылку на них я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Кому подходят потоком данные элементы, смело заказывайте. Но опять же, тестируйте их на сопротивление. Если нету такого прибора, то хотя бы на емкость. Я еще ожидаю довольно много образцов в таком форм-факторе 21700 на тесты. Я буду их обязательно тестировать и снимать видео. Будет очень интересная статистика и контент. Поэтому, если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, нужен ли тест 99 циклов этих элементов. А также, какими токами нужно протестировать в этом тесте 99 циклов эти элементы. Потому что 15 ампер, я думаю, что возможно сдуется он. Так как нагревается до 70 градусов. Да и оставить его на длительный срок в таком тесте мне как-то будет боязно. Думаю, что можно один элемент погонять током 5 ампер, а второй элемент погонять током 10 ампер. Я буду рад пообщаться с вами в комментариях. Я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, делится ими в социальных сетях, ставит наижирнейшие лайки и оставляет комментарии из 5 и более слов. Алгоритмы YouTube так работают и это помогает им продвигать видео и канал в целом. Чтобы больше людей знали, какие аккумуляторы стоит покупать, а какие нет. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в новом видео на канале, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok